Из 450 пунктов приема общественного мнения в Ангарске разместили 13 уличных и 26 стационарных площадок. Еще шесть точек организовали для жителей Мегета, Одинска и Саватеевки. Кроме того, три передвижных пункта работали в стеклянке деревни Зуй. Таким образом, организаторы голосования решили опросить максимальное количество людей. Жители Иркутской области, независимо от партийной принадлежности, могут проголосовать за людей, которые сегодня представлены в бюллетенях. Эти люди сегодня представляются кандидатами в депутаты законодательного собрания. Работающие с самого утра активисты отметили несравнительно невысокий уровень активности. Ангарчане в основном спешили по своим делам. Однако были и те, кого заинтересовало предварительное голосование. Конечно, хотелось бы гражданской позиции, чтобы была более у людей активная. Ну, видите, как бы ситуация такая, что не у всех есть документы с собой удостоверяющие личность. Поэтому в этом еще сложности. Ну, хотя бы люди знакомятся с кандидатами. В списке, предложенном для голосования, 10 фамилий, известных в области людей. Из ангарчан в нем представлен только почетный гражданин города Виктор Шопен. По итогам работы ангарских площадок, 1 июня проголосовало около 5000 горожан. Виктор Шопен на первом месте. Следующий в рейтинге губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко. Пятерка лидеров и возглавит партийный список кандидатов на выборы в законодательное собрание, которые состоятся уже этой осенью. Наталья Никифорова, Владимир Селиванов. Местное время. Местное время.